всем привет сегодня я решила записать видео о шейкерах и о наполнителях к этим шейкерам шейкеры это такие открыточки в которых есть окошечки и в эти окошечки вы насыпаете различные наполнители и они вот так вот шуршат это шейкер открыточки или шейкер карточки у меня это мини а тс шейкеры это шейкеры чем же можно наполнить и данные шейкеры сегодня я вам покажу и расскажу самое традиционное чем наполняют шейкеры это вот такие вот пайетки они бывают различные самые традиционные это круглые 4 миллиметра и 6 миллиметров есть различных форм звездочки сердечки очень хорошо наполняют открытку достаточно традиционные есть бисер вот такой вот мелкий тоже он идет различных цветов есть зелененькие есть белые и есть еще микробисер совсем-совсем мелкие такие как крупиночки они идут но они очень достаточно мелкие это традиционные наполнитель для шейкеров которые обычно которыми обычно пользуются обычно их сочетать сочетает различные цвета различные формы и получаются вот такие вот открытки или отрезки но есть также нетрадиционные наполнители вы можете наполнить свои шейкеры открытки всем чем хотите у меня дети тоже очень любят заниматься шейкерами поэтому для них чтобы не тратиться наполнителем я использую вот такой вот наполнитель это различные конфетки которые продаются в обычных магазинах они бывают тоже разных цветов разных форм бывают снежинки бывают еще такие бывают такие вот кристалликами то есть мои дети наполняют шейкеры вот такими вот красочными конфетками ничего с ними абсолютно не происходят они не оттают они не деформируются как-то то есть так как есть так они используются вот покупаю я в этих вот упаковках но есть вообще абсолютно разные конфетки абсолютно как бусинки различных форм очень красивые также очень красиво делается какую-нибудь красивую поздравительную открытку тем кто любит кофе с кофейными зернами с крупными кофейными зернами но для этого нужна специальная такая формочка кругленькая чтобы эти кофейные зерна могли то есть этот шейкер должен быть по высоте толще чтобы кофейные зерна могли там тоже вот так вот пересыпаться и еще один наполнитель который мы часто используем с детьми это соль можно использовать обычную соль которая продается крупная не мелкая крупная но я использую соль которая идет для ванны она ароматизированная она пахнет божественно пахнет ванилью и она такая не крупная не мелкая достаточно подходящая по размеру для шейкера я беру всегда белую она продается и в пакетах по 1 килограмму вообще больших упаковках но я беру всегда ароматизированную и белую потому что белую всегда можно окрасить в тот цвет который вы хотите вот допустим здесь идет уже смесь у меня голубой розовый и фиолетовый это самая соль окрашивать ее можно всем чем угодно что у вас есть у многих всегда дома есть чем можно покрасить то есть это могут быть и обычные красители пищевые красители которые есть у хозяев дома также вы можете добавить какой нибудь аромат свою соль но используя с красителем с пищевым красителем следует отметить что соль она может окрашивать если у вас белая задняя стенка в открытке белый фон она может окрашивать пищевые красители нужно фиксировать фиксатором некоторые фиксируют лаком для волос я не знаю я не пользовалась лаком для волос но стоит учитывать что окрашивание пищевыми красителями оно может оставлять отпечаток на бумаге также я окрашиваю спреями обычными которыми я либо сама делала эти спреи либо спреи покупные дистрессовый спрей в принципе я попробовала он не оставляет отпечаток на задней стороне открытки вот если используется дистрессом также я окрашиваю дистрессовыми чернилами не оставляет отпечаток и еще что не оставляет отпечаток это алкогольные алкогольные чернила с ними окрашивать тоже очень хорошо также с алкогольными чернилами вы можете добиться эффекта когда фиолетовый допустим здесь окрашивала я фиолетовый цвет он может быть неравномерный или равномерный в зависимости от того как вы хотите то есть окрашивая алкогольными чернилами вы можете сделать вариацию то есть допустим фиолетового цвета от светлого до темного сразу же разводя фиолетовые чернила с солью то есть у вас может быть неравномерный так вот как вы хотите либо добавив растворителя можно добиться равномерного фона и еще чем можно окрасить это вот мико да вы добавляете мико в соль и соль окрашивает тот цвет в который вы добавляете но мико тоже если вы ее не зафиксируете фиксатором то она будет оставлять естественно на подложке на бумаге будет оставлять следы то есть мико нужно обязательно зафиксировать фиксативом или лаком для волос потому что она может оставлять отпечаток так ну это все я рассказала о том что обычно мы с детьми применяем для того чтобы каждый раз не использовать одно и то же то есть иногда надоедает использовать одни и те же пайетки и бисер можно добавить все то что у вас есть дома можно придумать различные наполнители и кофе и чай если он красивый то есть к тому подарку который вы дарите можете сделать что-то дополнение своими руками ну на этом все увидимся в следующий раз на канал никто про planteации могут кончика evangelии ну абсолютно пивоп их пиши мне Субтитры сделал DimaTorzok